33 медали на счету сборной Дагестана. Такой результат показали спортсмены на первых всемирных играх национальных видов единоборств, среди которых казачье боевое искусство, мечевой бой, ММА и другие. Более 500 участников из 25 стран выявляли лучших. Как все было, расскажет Марат Чурюмов. Патимат Магомедова занимается единоборствами всего год. За такой короткий промежуток она уже добилась множества побед на региональных и всероссийских турнирах. К чемпионату мира девушка подошла в своей лучшей форме. В финале ее ожидала крепкая спортсменка из Ирана. Но стойкий характер дагестанки и выполненная установка тренера заставили соперницу сдаться. По итогам турнира Патимат Магомедовой присвоено звание мастера спорта России по Учкуру. Установка была то, что делать несколько комбинаций. То есть задействовать руки, ноги и колени обязательно. В этом видео я слышу очень много голосов. Но в момент, когда ты находишься на ринге, ты эти все голоса не слышала, кроме тренерских голосов. А вот Мухаммад Арабиев, победитель СКФО по кикбоксингу прошлого года, бился на чемпионате мира по Учкуру впервые. Несмотря на это, 11-летний мальчик завоевал заветную медаль. В весовой категории до 45 килограммов ему не было равных. Установка на бой. Больше было ногами. Мне тренер говорил, больше бить ногами, работать ногами. Он был такого же роста, как я. Мне легче было работать. Хорошо проходили удары ногами. Корпусы и головы. Всего у подопеченных Ибрагима Митишева 6 золотых медалей и одна бронзовая. Он воспитанник заслуженного тренера России Зайнаубека Зайнаубекова, опыт которого и приводит учеников Ибрагима к большим победам. В первую очередь дисциплина у нас это номер один. В вторую очередь мы сами их мотивируем, заряжаем всегда. Мы за все их оцениваем, делаем им подарки и тому подобное. Мы всегда выносим все уровни соревнований. Естественно, учеба у нас номер один по поводу этого. Мы каждую четверть проверяем их дневники. Также победителями этого чемпионата мира по лучкуру стали Имам Гаджиев и сам тренер команды Ибрагим Митишев. Исламудин Малаев завоевал бронзу. А вот в ММА выше всех на пьедестале оказались Абдурагим Малатов и Абдулбасы Ракаев. Марат Чуримов, Саид Кутиев, Рамазан Амаров. Время новостей.